Микс Ньюз Утро на Болткоме Доброе утро, мы начинаем наш утренний эфир, сегодня 30 июля, меня зовут Андрей Лешкевич, также Абби Келкин в этой студии. Доброе утро, звукорежиссер Евгений Копеин, мы сейчас поговорим с психиатром, профессором кафедры психиатрии и наркологии, вице-президентом Латвийского общества психиатров Марисом Тауба, он у нас в студии. Доброе утро. Доброе утро. После 9 часов сразу проанонсирую, в принципе, отчасти схожая тема, вот в вторник, позавчера правительство приняло, одобрило новый план по борьбе со злоупотреблением алкоголем, мы поговорим вот об этом, на протяжении часа с 9 до 10 будем принимать звонки. Но сейчас, да, о психическом здоровье поговорим, натолкнула нас на этот разговор старт социальной такой компании Министерства здравоохранения, в рамках которой 12 человек рассказывают один за другим о том, как им живется с наиболее распространенными нарушениями психического здоровья. Вот, наверное, прежде всего я хотел бы спросить, как вам кажется, вот эта компания, в принципе, можно ли считать ее рядовой и такой как бы обычной, да, или все-таки у нас об этом говорят мало и к таким компаниям стоит действительно обращать больше внимания, потому что известно, что психическое здоровье – это тема, которая еще находится в развитии, не только у нас, но в частности вот в Латвии. Как вам кажется? Да, я думаю, что это, скажем так, немножко незаврядный такой подход, но он, наверное, нужен, да, потому что мы по всем данным, по всем цифрам мы видим, что все-таки в реальной жизни люди много страдают этим проблемой. Например, в то же самое депрессии почти 7% населения, если опросы делать, они болеют, но когда мы видим, что как люди обращаются за помощью, вот это очень мало людей обращается за помощью, мы видим, например, большие данные, все равно суицидов, самоубийств очень высокие, все равно, да, это значит, что что-то в этой системе, что-то не работает, люди боятся, мы это видим, они боятся к психиатрам ходить, они боятся просить помощь, Да, есть какие-то стереотипы, есть какие-то, что это какие-то изгнанные, какие-то страшные люди с психическими заболеваниями, да, в реальной жизни пациенты приходят, говорят, я вижу, мне дома, мне мама, мне муж, он болеет, я вижу, он там не может спать ночью, он там совсем депрессивный, а прийти к психиатру он не хочет, он боится к психотерапевтам, к психиатрам ходить. Ну да, вот действительно, как вы сами сказали, по всем показателям, в частности по самоубийствам, Латвия вот в таких антилидерах на уровне Европы, да, находится, и вообще мне так подумалось, можно это вообще назвать тоже своего рода пандемией, потому что мы сейчас переживаем коронавирусную пандемию, а психическое здоровье уже на протяжении там многих лет, если не десятилетий, у нас дела обстоят очень нехорошо. И как вы вообще это объясняете, почему мы так выделяемся? Ну да, если по этим цифрам смотреть, да, конечно, иногда бывают такие, коронавирус, да, это серьезная проблема, да, и мы видим опять, опять этот коронавирус действует на психическое здоровье, мы видим повышение пациентов. Да, мы об этом тоже поговорим, да. В Великобритании на 30% возросло, ну, люди приходят действительно, с каждым трем пациентом я разговариваю, он говорит коронавирус, я там телевизор насмотрелся, это одна проблема. С другой стороны, конечно, каждый год мы видим, например, там 400 людей уходят из жизни самоубийством, да, и мы посмотрим, ладно, там 31 коронавирус, да, я смотрю телевизор, два человека там повесились, три убились в автокатастрофах, да, пять человек молодых ушли за сутки, да, это, конечно, страшно, да, и, конечно, об этих вопросах мы мало говорим, да, так что тут вы правы, что это такая пандемия, которая у нас идет каждый, каждый год. Почему эти цифры не такие хорошие, да, конечно, конечно, нет одного ответа, да, и в мире, конечно, те же самые, мы видим, например, у литовцев тоже очень высокий показатель самоубийств, да, и там даже трудно объяснить, почему там католическое государство, там, в принципе, этот самоубийство совсем такой крайний случай, да. Ну, наверное, много объяснений, одно из тех, конечно, распространение депрессии, то, что люди не обращаются за помощью, то, на что эти компании сейчас намерены работать, какая-то другие, конечно, есть, есть какая-то градация, социоэкономическая, конечно, да, есть какая-то градация с север-юг, мы видим, что страны, которые южнее, например, может быть, они как-то легче это переносят, мы где-то северные, это темнота, какие-то социоэкономические обязательно, какая-то нестабильность до сих пор, да, мы видим, что лучше становится, да, со всеми такая стабильность, но все равно мы не так хорошо живем. То есть мы собрали полный комплект, да, получается, потому что... Скандинавы же известно, что они очень благополучны, но у них тоже очень страдают вот этими депрессиями. Да, да, вот у нас все попадает, у них все-таки экономика получилась, у них как-то, как-то, может, доступнее, это... Помощь, помощь, да, там, конечно, другие деньги, другие, другие возможности. А у нас все сразу? А у нас все как-то немножко... Какая-то еще историческая, конечно, у нас вот психиатрия. Люди приходят, даже сегодня приходят пациенты, да, ну, хорошие образовательные люди, они говорят, ну, да, ну, вот мы жили, там, такая психиатрия, такая депрессия, вообще это не такая болезнь, да, я сейчас человек первый раз в жизни, там, 50 лет, он понял, что я не могу там спать, у меня там мысли плохие, я думаю про самовыслов, а так, да, так нельзя быть, я так, я когда жила, такого депрессия, это что, такая, иди работай, это же не болезнь, да, и люди первый раз с этим сталкиваются. Это тоже какой-то феномен, что мы это не допускаем, мужчины, мы видим самоубийство, делают мужчины, да, я должен быть крепкий, я должен сохранять семью, не дай бог какие-то проблемы, что я какой-то сумасшедший, идти к доктору, да. Женщины ко мне еще приходят, депрессия летит, она говорит, я же вижу, мой муж там, он там дома пьет, он там... Я говорю, ну пусть придет, нет, это категорически приходить к какому-то психиатру, это не дай бог. Да, вот еще говоря все-таки действительно об этой пандемии коронавируса, понятно, что каждый делает свою работу, эпидемиологи свою работу, вирусологи свою, ну, правительство, естественно, свою, но в Латвии, может быть, это не столь выражено попыткой запугать население, но в многих странах мы это видим, когда даже выходит высокий должностей лица и говорит, ну что, ситуация такова, ну столько это процентов умрет, и все это идет по телевидению, да. И вот такое создается ощущение, что то ли они заботятся, так в кавычках, чтобы у психиатров было больше работы, то ли они об этом не думают, то ли многие считают, что чем больше ты нагонишь этого страха, тем будет лучше, что люди будут бояться, не будут выходить из дома и не будет вот этих заражений. Ну, я не знаю, может быть, действительно, в какой-то степени заражений будет меньше, если все будут сидеть дома, но депрессии будет явно, наверное, больше. Нет такого ощущения, что явно политики, ну, и не только политики, переборщили вот с этим запугиванием населения? Ну, я с вами, конечно, я с вами, подчасти, вы правы, конечно, потому что это очень-очень чуткая такая ситуация, она, конечно, такая. Вот пандемия первый раз в Европе, вообще никто не обучен этому, но, конечно, очень тонкая грань в этой ситуации. То, что работы психиатром, ну, это действительно, я бы желал, чтобы мне было в два раза меньше работы, действительно, поверьте мне, в этот момент. Люди звонят, им плохо. Это, наверное, не главный повод, но планы, да, кажется, там и запукаем как-то людей, но это, конечно, не совсем хорошо, потому что, например, эти все самые маски, да, мы говорим, маски, вот там какие-то, кто за, кто против, да, но, конечно, люди, если они эти маски видят, это еще напугает, идет страх. Если можно, их как минимально использовать, там, в медицинских учреждениях, ну, в транспорте, на улицах, это сразу, мы же сразу видим людей, но сразу это напряжение, да, людям, которым уже есть какие-то болезни, уже они к этому тенденции, им действительно плохо становится, они боятся. Есть у меня люди, которые из них ходят, из квартир не выходят, есть родственники, которые не выпускают родственников, родственники вышли в магазин, они пускают обратно их дома, да, так что это, конечно, тут очень тонкая грань, да, конечно, есть, есть, те же самые, вы говорили по алкоголю, да, есть, конечно, разные государства, разные менталитеты, да, есть, которых можно вот лучше запугать, скажем так, там, вот, ты там умрешь, там, плохо, там, сигаретно. И действует, но тоже, это какая-то менталитет, да, есть люди, на которых, вот, нам, как бы, так и постсоветские государства, нам больше как-то это может быть лучше действовать, скажем так, нам как-то мы так сказали, там нельзя ехать, нам как-то мы так мобилизировались, да, может быть, это в каких-то случаях хорошо, как это плохо. Есть государства, которые там, знаю, Испания, Италия, которые там, ну, вот, они так не могут, это сказали, Там нужно буквально с помощью армии и полиции. Да, там, так что есть тоже, есть обследование, как это работает, на кого, да, но, конечно, я согласен с вами, что, конечно, это очень чутко, очень тонко надо, да, потому что это, потом эти последствия мы расхлёбываем. Да, Вен-Латвия как-то держится, скажем так, на таком уровне, питается как-то так, да, говорят, там, Думпис, он всех нам пугает, там. А перевозчиков наоборот. Кому-то надо, да, перевозчиков успокаивает, да. Он добрый исследователь, злой-добрый. Что? Добрый исследователь, злой исследователь. Да, 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 это Думбис плохой, а у перевозчиков такая улыбка, и там чётко говорили, что... Ну, вот так сложилось, что, особенно в начале пандемии, у нас общество разделилось на две части, одни вот как раз паниковали, говорили, что мы все умрём, да, ну, вот истерикой можно назвать в некоторой степени, а другие стали, заняли диссидентскую позицию, сказали, что всё ерунда, это вообще всё надумано, и вот у нас вообще умирают у других болезней больше. Какой из этих случаев более клинический, скажем так, и более опасный в перспективе? Ну, да, ну, скажем так, оба ситуации не очень-то хорошие, наверное, первых этих паникеров мы до сих пор, они там эту гречку кушают, сейчас и мы их лечим до сих пор, да, но вторая часть, это немножко тоже такая, я скажем так, это даже немножко более опасно, это такое нехлистическое отношение, да, это своего рода тоже защитная реакция человека, да, вот я не хочу принимать... Я не хочу принимать такую ситуацию, да, я как бы... Я не верю в это, да? Я не верю в это, это как, ну, как какие-то законы, да, я вот не верю, не хочу их принимать, да, она, конечно, ну, не очень-то, само человек, он приходит постепенно к этому, ему самому, это дольше путь, пока он приходит к этой истине, да, этим мне больше немножко. С первыми мы как-то успокаиваем, да, говорю, не да, доместус, не надо нос стирать, это не надо. А были такие случаи? Да, да, не надо. Были такие. Вот если мы говорим вообще, ну, о психическом здоровье, наверное, первое, что приходит в голову, это тоже упоминали, это депрессия, да, ну, это вот то, что приходит, наверное, первое в голову. Ну, вот учитывая ваш опыт, ведь если человек начинает, ну, впервые страдать, вот такие у него паника, страх, такие панические атаки, наверное, сначала, но особенно мужчины думают, что они справятся сами. Вот исходя из вашего опыта, уже довольно богатого, когда всё-таки человек должен понять, или его родственники, что нет, вот сам он не справится, что просто так, это как насморк, не пройдёт через 7 дней? Да, да, вы правы, конечно, конечно, сначала, есть, конечно, много, депрессия тоже, она разделяется, есть лёгкая, есть следняя, есть тяжёлая. Да, вот я об этом, да. Да, в принципе, в принципе, вы об этом, если она лёгкая, да, то, конечно, конечно, первый выбор, наверное, да, есть какие-то варианты, есть, есть, ну, может, человек может справиться сам, Есть там, не знаю, аутогенный тренинг, есть какая-то физическая активность, есть перестроение своей жизни, да, есть какая-то подмога у родственников, да. Конечно, есть вариант, что можно. Просто очень зависит от того, от чего эта депрессия происходит, да, потому что есть эта генетическая депрессия, настоящая, скажем так, где, ну, конечно, даже этого повода нельзя. Говорит, мне все хорошо, у меня пациентка говорит, ну, мне все отлично, ну, все, сука, меня поддерживает семья и все, ну, вот эта депрессия случилась. Наверное, что-то генетическое было, что-то мы начинаем искать это, да. В тех случаях, конечно, больше, наверное, надо все-таки думать о специалистах, может, психотерапия, конечно, при легкой депрессии, да. Есть ли этот повод, ну, какая-то жизненная ситуация, это работа, это, это, да, тогда, может быть, надо перестроить свою жизнь, да, может быть, надо передумать, это работа, да. В этим кризисах тоже было так, что человек уже, он измотан в этой работе, пришел этот, ну, 8-9 года кризис, он, его, не знаю, отпустили от работы, он начал какое-то свое дело, там, нашел себя реально, да, и он вылечился, может быть, через это. Так, а первые признаки, вот каковы, возвращаясь к вопросу? Признаки депрессии, конечно, чаще, что бывает, что, конечно, человек, но начинает как бы замыкаться, он выживет, что его не интересуют те дела, что его раньше интересовали, какое-то хобби, какая-то, какая-то... Ему это кажется все больше неинтересным, неважным, да. Да, это кажется неинтересным. Чаще, если человек работает, он видит, что, вот, например, все ему удается помедленнее, ему труднее концентрироваться, он говорит, ну, я на работе это мог, я тут написать эту бумагу, там, мне 10 минут стоило, да, да, сейчас я сижу два часа над этим, думаю, смотрю, прочитываю, да, он начинает это понимать. Конечно, этих симптомов, может, человек еще не всем говорит, он еще как-то думает, ну, что тут, надо собраться, что-то пройдет, высплюсь, да, там, не знаю, отдохну, да, я устал. Да, но, конечно, потом уже начинаются такие реальные, например, аппетит, или он кушает больше, или меньше, он начинает падать весь, или сон, очень часто сон, который замечаем, человек говорит, я не могу спать, вот, пациентка пришла, говорит, 10 суток не могу нормально спать, да, это уже... Не высыпается, не высыпается, это уже, она говорит, я так стараюсь, но не могу, это уже родственники видят, уже это, ну, конечно, есть совсем страшные уже, это при тяжелых уже депрессиях, что и такие суицидальные мысли появляются, он начинает там, там, с родственниками... Это уже не начальные признаки, это уже серьезные признаки. Это уже не начальные, это точно уже подальше, но он начинает тоже как-то уже говорить, например, про жизнь, смерть, там, какие-то такие вопросы, он не говорит там, ну, я хочу, он начинает об этом думать, он говорит там родственнику, ну, да, есть там, как там там жизнь, как там вообще, ну, как эта жизнь кончается, есть там жизнь, не знаю, за смертью, там, такие темы, говорят, а что ты такое говоришь, ты в жизни о таком не говорил, да, ты жил, ты был активный... Да, и родственник говорит, ну что ты чепуху говоришь. Хотя на самом деле надо на это обращать внимание. Он замыкается, он говорит, ну никто меня не понимает, значит это единственный путь мой идти. Вице-президент Латвийского общества психиатров Марис Тауба у нас в гостях. Нам, кстати, можно позвонить 672-12-93-9 или написать сообщение в WhatsApp 230-6191, пожалуйста. А вот у меня еще такой вопрос. Как я понимаю, как это работает обычно в обычной жизни? А человек, если у него начинаются какие-то признаки психических расстройств, он не сразу идет, мы уже говорили, психиатру или психологу, не сразу к нему попадает. Если у него какие-то жалобы, то он, скорее всего, попадет к семейному врачу. Насколько семейный врач в Латвии сегодня может распознать и сразу понять, что нужно идти к психиатру, а не гонять по кругу пациента в поисках чего-то, чего нет, условно говоря? Ситуация еще такая. Я хочу сказать хорошие слова насчет семейных врачей. Мы, конечно, с ними очень много хороших семейных врачей, скажем так, может быть не все, но очень много хороших. И мы, конечно, как ассоциация тоже над этим работали. Мы специальные такие сделали информации вместе с семейными врачами, минимальные, буквально одной странице, симптомы, как распознать, что делать. В принципе, много-много коллег очень хорошо работают, звонят нам, психиатрам, потому что вы очень правы. И это, наверное, мы физически никогда, у нас есть другие болезни серьезные, шизофрения, с кем работать. Мы не сможем всю депрессию чисто работать. И система должна быть такая, что семейный доктор распознал, он даже, может, начал медикаменты или посоветовал. Потому что он тот человек, которому верит пациент. Он все-таки ему помог, не знаю, при гастрите, он ему помог при болезни кипертонии, и он может помочь здесь. И он верит, он говорит, да, вот сейчас мы попробуем с вами вместе, но если не получится, вот, может, психиатр, там можно пойти. Это очень важно, вот такое доверие, да? Это уже очень важно, потому что, конечно, первый, ну там, что-то с тебя с головой, иди к психиатру. Он говорит, ну что это, ну что это такое, да, ну, и он этого не... Так что эта система должна быть такая. И, конечно, мы помогли, и много так мы подлечили. Я работаю, заведу отделение депрессии, стационарное отделение, и мы подлечили. Пациент поехал обратно, там, в Аммиру, не знаю, в Лепа или куда, и он там уже работает со своим психиатром, там, или там, с семейным врачом, да. Так что эта связь, если бы помогли, ей посерьезнее помогли, и дали обратно. Нам звонят, давайте этот звонок примем, наденьте наушники. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Анатолий, с кем-то, у меня такой вопрос, а существует вообще госпрограмма для таких людей или нет? То есть можно где-то обратить, или это все платные услуги, или есть бесплатные? Спасибо. Нет, я уже добавлю, что мы обсудили, что вот есть этот моральный момент, что люди всегда, вот у них есть какой-то барьер моральный, да, они не идут поэтому к психиатру. А есть же еще, да, и финансовая просто барьера, принято считать, и зачастую так оно и есть, что помощь психиатра, она стоит немало денег. Вот, есть ли какие-то государственные варианты, например? Да, да, есть государственный вариант, я именно работаю в государственном варианте, да, и, конечно, это сейчас уже в Риге, например, есть, есть попалатые больницы с амбулаторными отделениями, есть в Риге больница психиатрическая с амбулаторным отделением, есть уже две периферические такие, как бы, асателиты в Риге на Велдрес улице, где я работаю, и на улице Лермонтово, такие хорошие уже амбулаторные центры, где доступна и консультация психиатра, это бесплатно, даже не надо платить государственный взнос, человеку только надо хотеть и позвонить, позвонить в интернете, посмотреть страницу, позвонить по телефону и прийти на этот визит, да, мы стараемся этот визит, но в течение двух недель, чтобы можно, да, конечно, мы много пациентов, да, но пытаемся это достать. Ну, действительно много пациентов. Да, да, есть возможности, потом уже, потом есть дневной стационар, есть и отделение, где доступно, то уже психотерапия даже, да, музыкотерапия, танцевтерапия, терапия, драматерапия, физиотерапия, эрготерапия, есть государственная программа, да, конечно, ну, на эту программу мы, ну, не так страшные очереди, да, но, конечно, запрос довольно-таки большой, да, Но это государство, что все оплачивает, да, и такая возможность есть. Конечно, есть и частные психиатры, конечно, тот момент, что чаще человек хочет там, ну, я хочу там частному там психиатру куда-то как-то, да, но это не всегда, ну, мы тоже такие самые люди работаем, да, я работаю, у меня нет частной практики, работаю реально, амбулаторно принимаю. У меня 450 пациентов уже слишком, на которых я лечу, да, я амбулаторно, и работаем реально, да, так что есть государственная программа, и в районах есть психиатры, да, надо, 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 это можно использовать. И тогда лекарства тоже, если это депрессия, которая повторяется, то и скидка есть на лекарства, так что, ну, можно найти, если действительно трудно, я бы, ну, говорил, что ищите помощь, да, конечно, может быть, это так, мы интенсивно работаем, это не такое, ну, ну, хорошие, хорошие эти отделения, хорошие амбулаторные, ну, не такой супер, как луксус, как частные, да. Что касается, действительно, подготовки специалистов, какое-то время назад, я так понимаю, была большая проблема детской психиатрии, обсуждалось о том, что нехватки специалистов, вы хорошо знаете эту отрасль, что сейчас, приходят ли вот молодые врачи в психиатрию, как это все происходит? Да, 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 это тяжелый вопрос, но, в принципе, ситуация постепенно, постепенно улучшается, да, конечно, мы и вместо резидентуры у нас довольно-таки много, мы получаем много, там, 6-7 резидентов молодых, и по наркологии, психиатрии, детской психиатрии, немножко ассоциация добылась в том, что сделали немножко попроще этот процесс обучения, да, потому что раньше было, что надо… Детская резидентура, сейчас мы это сделали все вместе в 2-3 года, да. Логично, да. Логично, человек уже выбирает, он говорит, я буду детским психиатром, и, конечно, ну, тот доктор Безбородов, который детскими занимается, он говорит, первый раз, там, ну, в прошлый год появляется какой-то уже выбор, что, например, не знаю, 4 места, там, 5 человек претендует, потому что это, ну, это тяжело, да, именно детская психиатрия, человек должен быть, ну, действительно готов к этому, да, это не первый выбор, да, но тоже детская клиника работает над новой клиникой такой, нового типа, да, и, конечно, тоже эти новые, эти люди видят, доктора, что будет перспектива, хорошее место работы, возможности работать, все эти терапии, и, конечно, ну, я очень надеюсь, что, ну, с детской психиатрией, потому что это действительно до сих пор очень большая проблема, да, люди звонят, ну, я взрослый психиатр, да, с 18 лет работаю, и звонят, и говорят, ну, мне там 13-14 лет, ну, как-то помочь, ну, что делать, ну, я технически, физически, я не могу это делать, да. Так долгое чуть-чуть направление, да. Это еще есть, ну, я очень надеюсь, что с этими, но все-таки и взрослые психиатрии, нам приходят новые доктора, сейчас тоже там одна новая доктор начала работать очень хорошо, и тогда есть эти возможности, да, мы можем к ней записать, и пока она насыщется этим пациентами, да, пока она работает, в том, кто-то новый. А развивается психиатрия как наука с точки зрения лекарств, то есть появляются ли новые медикаменты, потому что было такое, может быть, ощущение или стереотип, что вот тем, чем лечили, не знаю, в 70-80-е годы, ничего дальше не продвинулось, особенно, может быть, в шизофрении или в МДП, на маниакале депрессивной психоз и так далее. Нет, тут был прорыв очень хороший в 90-е годы, да, когда появились атипичные все нейролептики для шизофрении лечения и антидепрессанты, был очень такой хороший прорыв, и, конечно, новые медикаменты, они с меньшими побочными, да, есть свои нюансы, но люди, в наши дни, конечно, вы даже не увидите, не подумаете, человек принимает лекарства, он может там голоса слышать, он лекарства принимает, и он работает, и нормально живет, есть такие, да, точно, вы даже не заметите, это есть, есть много возможностей. Конечно, немножко эта наука, она пытается найти что-то, но, скажем так, вот с этих 90-х немножко в мире такое, и немножко-немножко заторможение, скажем так, они те же самые формулы пытаются что-то модифицировать, но таких, ну, суперпрорывов, которые могут быть, да. Насчет шизофрении тоже есть и лекарства. Шизофрении большая проблема, это вот называемая негативная симптоматика, да, люди, ну, как бы так немножко, ну, за собой не ухаживают, нет интересов, нет желаний, такая проблема, как им помочь, чтобы они работали. Там тоже появляются новые лекарства, и даже в Латвии они доступны сейчас, да, так что, ну, скажем так, может быть, наука где-то в ближайшее время какие-то будут еще, там Альцхемеры ищут какие-то варианты, но не очень-то хорошо, да. Не очень пока, да. Не очень, так что, ну, скажем так, 90-е был прорыв, далеко мы не говорим, уже те лекарства, которые из 70-х были, ну, там эпизодически, какие-то голопередомы и что-то, так вот, ну, уже забываем эти названия, но молодые доктора, они уже, им проблемы с этим. Так что, ну, есть лучше, но что-то в науке, но тогда, если в мире будет, ну, тогда и мы подключены. Вице-президент Латвийского общества психиатров Мария Стауба на студии, напоминаю, звоните 672-12-93-9, в WhatsApp, принимаем сообщение 230-6191. А вот когда мы переживали первую волну пандемии, по-моему, вы как раз в одном из разговоров, разговоре с журналистами отметили четыре группы риска, да, вот такие самые главные, это пожилые люди, молодые, наоборот, люди, психически, собственно, нездоровые люди и врачи. Да, по-прежнему все так, те же группы можете назвать или еще какие-то выделите? Ну, это такие группы, которые, да, которые в мире обсуждаются, которые и мы видим. Ну, скажем так, наверное, эти и есть те основные группы. Наверное, что-то добавить там трудно, но что я могу сказать сейчас уже, когда эта пандемия идет, конечно, люди все-таки старческие, они все-таки более уязвимы, да, может быть, молодое поколение немножко поадаптивнее, скажем так, да. Медики держатся, но тоже вижу, вижу все-таки это, что люди, люди, ну, они, это накапливается, это напряжение, и, конечно, оно начинает проявляться, и медики тоже это, ну, тоже попадают к нам. С другой стороны, простите, пожилые люди, иногда от них приходится слышать, что они вот настолько опытные, что они говорят, ну, мы уже многое повидали, и пандемия, это уже, в принципе, не так страшно. Да, мне так тоже казалось, да, что они войну пережили, да, и, скажем так, условно, да, но все-таки видно, что как-то это боязнь, это боязнь за родственников, боязнь, они как-то теряют социальные контакты, да, например, люди говорят, там, ну, вот, не приезжайте ко мне, они боятся как бы и за родственников, и за себя, эти социальные контакты снижаются, как-то они опять-то от этого переживают. Ну, слава богу, у нас есть интернет и телефон. Да, 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 но все-таки на улицу видите, они говорят. Мне потом много, ну, пациентов, которые, например, говорят, одни говорили, да, ну, что спасибо, что я поддерживал, что они могут там на улицу вообще, видите, они говорят, ну, такая ситуация такая, казалось, что мы какие-то, действительно, там, сидите дома, родственники боятся какие-то, ищут им медикаменты, какие-то инъекции, чтобы как-то их, ну, как бы, бояться за них, они говорят, ну, может, так и не надо нас бояться, Мы, может, днем все-таки можем прогуляться А вот медики, да, это особый, конечно, случай Они подвержены наверняка посттравматическому синдрому И, наверное, мы еще увидим Конечно, надеюсь, что нет Но, скорее всего, когда все еще как-то поутихнет Вот как, с вашей точки зрения, общество может помочь? То есть, мы видим, что есть определенные знаки внимания У нас есть флешмобы Вот памятник тут, монумент около нас открыли И концерты проводятся Но в целом, насколько можно еще медикам Как-то поспособствовать их психологическому и эмоциональному здоровью? Я думаю, что это все, конечно, хорошие моменты И, конечно, это, наверное, помогает человеку в этот момент Как бы мобилизироваться И он чувствует эту поддержку Это ему обязательно помогает Но, в конце концов, человек остается сам с собой, скажем так Он остается со своей семьей Он все-таки это то, что я героически встречаю пациентов На один момент, когда это героически заканчивается Я думаю, как моя семья Я тоже все время, ну, как психиатр Нам разрешили, и мы работали Я думаю, правильно это было И было какие-то смятения Но мы помогли каким-то людям Но все равно, я каждый день работаю Прихожу домой Дома тоже смотрю На меня уже там криво Смотрят, да Как ты, Тони, притащишь домой какой-то вирус Как? Везуты, кем-то там все проверяли Пациенты тоже приходят разные Кто там с температурой Кто как? Такое напряжение было все время Так что я думаю, что в конце концов Человек остается сам с собой И он, ну, самая большая поддержка Все-таки это вот его какая-то семья Его там коллеги, да Какая-то такая Ближайшая люди Квази-психологическая помощь То, что тоже сейчас были телефоны Где люди могли звонить И там психологи давали Какие-то даже бесплатные процедуры Да, так что Ну, я скажу так, что да Это все очень хорошо Но в конце концов Человек сам собой остается Вот, наверное, этот вопрос Периодически вам задают Особенно перед каждыми выборами Что вот многие считают Глядя на одних других там Политиков или тех, кто идет Что может быть действительно Надо время от времени Каким-то образом, не знаю Проверять этих людей Мы сейчас не говорим Даже о психических заболеваниях Это может быть увлечение Наркотиками, алкоголем Другие зависимости Которые, ну, фактически Подрывают здоровье людей Которые потом идут И принимают очень важные Государственные решения Это, я думаю, не только Латвийская проблема, да Вот, как вообще Вот мировой опыт О чем говорит, не знаю Европейского союза Есть ли какие-то рекомендации На сей счет Ну, скажем так Первое, то, что я сейчас вижу Что если получить Доступ к государственной тайне Сейчас только что прозвучало Да, было такой разговор Приняли, да Приняли, приняли Что если там есть какой-то риск Например, в этом процессе То могут направить На медицинские Какие-то дополнительные консультации И, в частности, там было говорено Что по психиатрии И мы как-то, ну, морально Как-то время с временем Уже к этому немножко готовимся Ну, скажем так Это такая, ну, чуткая Опять такая немножко ситуация Потому что были ситуации Например, тот же самый Трамп Начались всякие кампании И там все говорили И какие-то диагнозы называли И комментировали Потом Ассоциация Американских психиатров Она пришла Такому, как бы, такому объявили Что это некорректно Так вот, ну, публично Ставить диагнозы Ставить какие-то диагнозы Что это, ну, непрофессионально Некорректно, да Потому что, ну, это будет такой Ну, я согласен Что есть какие-то ситуации Где, наверное, действительно Там алкогальные проблемы Там зависимости Какие-то азартные Которые действительно могут Это риски Именно когда человек, например Ну, это доступ Это очень часто Да, он поигрывает все деньги Допустим, в этих автоматах Именно так Это же весьма опасно Это опасно Это реально то, что эти службы Тоже эти примеры говорят Как вервируют людей Как это Так что, ну, какой-то, конечно Конечно, риск есть Да, то сказать, что Я так фанат того Что мы всех будем оценивать Да, тоже психиатрия Она не должна, как бы, ставить Какие-то штампы И оценивать людей Она должна, ну, помогать Действительно, когда человеку плохо Если мы будем там штампировать Говорить, ну, там Вы не можете быть депутатом Вы такой-сякой, да Он может быть Я сказал так бы Лучше бы он Этот сам понял И пришел за помощью Ему помогли Все было в порядке Он нормально Ну, помогал государству Чем мы его как-то Ну, будем отпугивать от нас Да Тут двойная такая позиция Мы говорим Ну, вот Он говорит Да, да, я там Ну, лучше пришел Подлечился Помогли И, может быть, он дал государству Какое-то хорошее Еще звонок давайте примем Слушаем вас Здравствуйте Добрый день Да, пожалуйста Ну, вот Теоретически Значит Психику можно Расшатать Ну, травмировать С помощью репрессий Травм И, как вы считаете Можно это делать На работе То есть Вот я встретился С таким Миром Как бы С точкой зрения Что на работе Вот я Попроб Попроб Заболевание С врачом Беседов Он говорит Что на работе Травмировать Психику Невозможно Что нет У нас В Латвии Значит Такой статьи Спасибо Трудно мне так прокомментировать Скажем Почему такие Ответ Но, в принципе Есть и синдром выгорания О чем мы и говорим Он и в новой классификации Появляется Уже как диагноз Раньше такого не было Там у нас было Много дискуссий Да И, конечно Люди приходят И к нам И на комиссию Идут Где это психоэмоциональные факторы Они оцениваются на работе И, конечно Может быть ситуация Там, конечно Надо Ну, досконально С этим разбираться Скажем так Да Если это просто Ну, я работаю У меня много работы Да Интенсивный труд Там Да И это не всегда Доведет До синдрома выгорания Для каких-то психических проблем Но если есть Система какая-то Например Что именно Или там Весь коллектив Против человека Да Или там Начальство Специально Как-то человеку И мы видим Четко Что это именно Человек был здоровый Скажем так Все было нормально Он там работал И именно за этих факторов Да Его состояние ухудшилось Он там Пошел в депрессию Да То, конечно Это может Это может быть Заболевание Да И арод с лимейбой Это может быть Это Я думаю Может быть Но действительно Скажем так Может быть Коллега Который Отвечал Человеку Немножко так Я тоже Немножко Скажем так Скептичен иногда Потому что Бывают ситуации Что человек Ну просто Работает Да Тяжелая работа Да Мне психологически Напряженно И мне там Вот выгорание Да Это не всегда так Больше выгорание Говорится Где профессии Например Там пожарники Там полицейские Там военнослужащие Там медики Где стресса очень много Где действительно В моей жизни Там какая-то угроза идет Плюс еще Какая-то Неправильная организация Труда Неправильное Там начальство Где эти факторы Действительно такие А вот помимо прочего Пандемия лишила Жителей Буквально всего мира Возможности путешествовать Вот насколько это Тоже ударило По эмоциональному здоровью А и с другой стороны Насколько путешествия Можно и нужно воспринимать Как это многие делают Как лекарство От собственно Любых депрессий Ну скажем так Путешествия конечно Это хорошо В принципе В принципе Все Я бы сказал Что меньше Даже Самого путешествия Как такое Какое-такое Иногда это бывает Так Ну я туда съездил Куда-то Мне надо там Фотки поставить Да Это как Такой принцип Где-то Это Ну не так Но если есть эмоции Которые Ну что-то красивое Что-то остается Это конечно Для головного мозга Очень хорошо Это как бы профилактика Даже деменции Да Что вот здесь Что-то интересное Красивое Что-то что мне Скажем так На душу Приятно Да Это конечно Дает Дает Хороший Хороший Позитив Да Но я думаю Что в нашем случае Я про это путешествие Сейчас не так много Волновался Я думаю Что много Это было такое Ну там Да Погреться Там Едем Туда Сейчас я думаю Много людей Тоже И палаты Путешествуют Прекрасное место Находят И немножко Может быть Мы как-то Наверное После Советского Союза Как-то Мы немножко Так вот Вырвались И все Там И ездили Может быть И иногда Я знаю Там Не знаю В Швеции Доктора работают Он там раз в год Ладно Там с семьей Куда-то поехал Но не так Что нам надо И зимой И летом И еще туда И месяц Жить на Кипре Да Наверное Мы можем Немножко успокоиться Отдохнуть Да Мы все еще Рвемся Еще рвемся Еще такие Мне так кажется Что иногда Это такая Показуха Что человек может Здесь спокойно отдохнуть А вот все-таки О самоубийствах Да Такая важная тема Мы уже ее упомянули И действительно В 2018 году 409 человек По статистике У нас покончили с собой И причем Вот как вы говорили Бывает так Что человек начинает Там издалека Говорить о каких-то Вот таких Абстрахтных Вечных темах Но с другой стороны Вот как показали Особенно несколько Было случаев Ну как правило После этого Возникает резонанс Когда известные личности Кончают жизнь Самоубийством Вот например Лидер известной группы Линкинг Парк Честер Беннингтон Да Покончил с собой И там Была такая история Что Чуть ли не в тот же день Были вот кадры Когда он улыбался И был семьей И был абсолютно Внешне счастлив И ничто как бы Не указывало на то То есть он не был Классически вот сидел Там как-то серый В себе Вот что Что об этом Можете сказать Да Я могу сказать Что это Что самоубийство Вообще Это серьезный Скажем так Процесс К сожалению Да Да Бывают случаи Конечно Импульсивное Какое-то действие Человек там Ну вот Вот В данный момент Какой-то триггер И он это делает Но это конечно редко Чаще всего Это к сожалению Такой процесс То что я говорю Что человек начинает Сначала Он начинает Но к этой мысли подходить Да Он чувствует депрессию Там видит Нет смысла Он доходит до этой Мисли депрессии Мисли самоубийства Тогда он начинает Постепенно В этот период Он начинает Как бы Искать эти ответы Еще То что я говорил Обращаться к кому-то человеку По какие-то Начинает какие-то свои дела Там Там решать Там Едет кому-то в гости Кому давно не ехал Как бы он прощается Начинает И он еще ищет Эту возможность Помощи Если кто-то С ним начинает Говорить И говорит Что-то с тобой случилось И он раскрывается То конечно Можно человеку помочь Но к сожалению Мы часто Этого Мы этого не понимаем Говорим Ну что ты Ну соберись Иди работай Что ты чепуху говоришь Да И он закрывается И самый Самый Конечный момент Конечная фаза Конечно Самая трагическая Что человек уже Он принял это решение Он уже знает Как он сделает Что сделает Он ничего никому Говорит Он успокаивается Он чувствует Он чувствует Это самое опасное Потому что никому Ничего не говорит И даже родственники Могут не подозревать Ничего Конечно Потому что родственникам Кажется Что улучшилось Он становится спокойным Улыбается Потому что ему стало легче Он принял это решение Он больше не сомнимается Он знает Что он это сделает Что никто его не остановит И он становится Он становится спокойным И все говорят Ну улучшилось Все хорошо И он делает Это самоубийство И потом говорят, как так, как так, да? Да, 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 потому что иногда так бывает, что даже, ну понятно, что родственников жалко, они пытаются найти мотивы, что может кто-то его убил, потому что они не могут поверить, что он сам, поскольку действительно ничего, может быть, об этом не свидетельствовал в последнее время, да? Да, а если начинать это, например, обратно посмотреть дольше, то говорят, да, но он тогда что-то такое сказал, да, он там замкался, он что-то там… Но я не обратил на это внимание, да. И, конечно, можно родственников понять, они, ну, иногда люди стараются, они стараются к психиатру, и стараются делать иногда, но они не могут человека расшатать, и это трагически кончается, они переживают так же, как психиатры переживают за своих пациентов, которые уходят, сожалеют. Угу. А если говорить о детях, вот мы тоже чуть-чуть затронули эту тему, и, кстати, психиатры отмечают такую, ну, необычную, по крайней мере, мне показалась ещё тенденцию к самовредительству, что вот дети, у них нет возможности выплеснуть свои эмоции, сидя дома, и они начинают как-то вот, как-то это в таком странном немножко форме это всё проявляется. И, кроме того, ещё есть такая распространённая у нас история, что принято винить во всём вот гаджеты, да, условно говоря, проведение времени за этими гаджетами, вредное какое-то культурное влияние там посредством сети. Как вы на это смотрите всё? Ну, я не так, не то, что доктор Безбородов про эти гаджеты говорит, да, который, ну, специалист по детской психиатрии больше у нас, он говорит, что, конечно, есть проблема, что гаджеты немножко внимания снимают, да, и это немножко заметно. Я думаю так, если вы меня спрашиваете, я думаю, гаджеты больше хорошего дают, меньше плохого, да, но вот это плохое, немножко это внимание, да, что человек иногда бывает, ну, я не знаю, за своими детьми я замечаю, что там он там какую-то задачу хорошо всё выполнял, но что-то там в конце концов там не заметил, ой я там пропустил, да, это немножко, это рискованно, так, ну, это проблема. А так, скажем так, есть много-много хорошей, я бы не винил все, ну, гаджеты только, только, только в этом, я думаю, там больше хорошего, и, конечно, и для психиатрии, и для всех, там много информации, да, ну, важно, чтобы это информация, чтобы были рядом и родители, да, чтобы, собственно, видели, что дети делают, да, что это такое, да, ну, есть какие-то, если родственник, мама, папа за своих детей вообще ничего не думают и не обращают внимания, и потом винить только, только, что он там в какую-то сеть, ему не было внимания, не было любви в семье, он там начал, там где-то в исламской какой-то странице, где его там говорили, что он хороший, там ему позитивно, это вина родителей, это не вина гаджета. Каким образом человек может осуществлять профилактику, если так можно выразиться, своего психического здоровья, в том числе в обычной жизни, вот и косвенно, имею в виду, принято говорить вот о спорте, например, да, физической активности какой-то, что еще, когда человек не испытывает никаких проблем, но, наверное, ему необходимо каким-то образом поддерживать это здоровье? Ну да, да, есть, конечно, много-много есть генетических проблем в психиатрии, да, и, конечно, там, ну, трудно человеку, но тоже можно, например, можно не допустить, чтобы эта болезнь не развивалась, да, пусть и генетика плохая, но все равно можно нормально жить. Конечно, то, что, ну, все, и спорт, и правильное питание, это все стандартные вещи тоже хорошо работают, да, но главное это, что это социализация все-таки, да, то, что в этом кризисе у нас получилось, что нам отняли, да, ну, слава богу, был интернет, да, но социальные, социальные контакты, социальная поддержка, да, это, это очень важно, и людям всегда надо использовать все, все возможности, которые есть, да, есть или самоуправление, или для пенсионеров, или для школьников, какие-то варианты, да, и люди… Общаться. Общаться, это самое. С одной стороны, а с другой, вот мы тоже знаем эти все семейные конфликты, когда людей заперли, и, казалось бы, раньше была идеальная семья, ну, как муж с вами на работе. А сейчас волна разводов. А сейчас фактически как, когда вместе находятся день, два, три недели, месяц, и уже возникают конфликты, даже, казалось бы, ну, в идеальном браке. Ну, я бы сказал, на этот вопрос, да, я так думал об этом, я отвечаю так, что, наверное, проблемы уже были до этого. Были, конечно, да. Может быть, этот просто показал реальную ситуацию, чем играть то, что муж утром уходит, я вечером прихожу, его не вижу, мы любимая семья, да. То есть, это было фактически самообман, да? Это самообман, я думаю… Напоследок, я такой еще все-таки политический вопрос хотел бы вам задать. Вы ведь возглавляли Национальную службу здоровья в свое время, до 2014 года, и ушли, собственно, по своему желанию. Сейчас похожая история, с одной стороны, с газоплодином лапс, вирусом произошла, и вся эта история с закупкой масок, да, вот чуть ли не уже не уголовное дело там, ну, по меньшей мере проверка. Как вы вообще все это видите, зная ситуацию изнутри? Ну, я думаю, что это немножко… ну, это тяжелые работы, я не думаю, они такие, ну, что что-то… Я тоже ничего плохого, неправильного не делал, старался. Конечно, есть какие-то возможности, есть возможности специалистов, есть возможности то, что можно сделать. И мы видим вообще в системе государства, что люди не идут на эти… Мы, может быть, теряем хороших людей, которые могли бы помочь государству, из-за того, что мы какие-то интриги, там, одному министру нравится, другому не нравится. Надо было немножко от этого дистанцироваться и действительно, ну, дать людям возможность работать. Я не думаю, что плохие какие-то люди. Ну, они уходят, и что хорошего из этого, что нету нормальных людей, которые там руководят. Я думаю, немножко такое… надо было… даже не зарплата, но даже какое-то отношение. Если ты работаешь в команде, работаешь вместе с министром, вместе, ты знаешь, что хочешь. Спасибо вам большое. Мария Сталба была у нас в гостях сегодня утром. Еще раз напоминаем, что Минздрав запустил социальную кампанию о психологическом здоровье. Советуем всем следить за ней, следить за своим эмоциональным здоровьем. Спасибо вам.